Здесь много добычи. Охота за ней легка. Добро пожаловать в рай для хищников. Проблема лишь в одном. Их слишком много. Всегда найдется еще один голодный род, сколько бы ни проливалось крови. Конкуренция здесь жестокая, но вскоре станет безжалостной. Эти земли ожидают ошеломляющие перемены. В заповеднике Савути настоящая битва начинается тогда, когда жертва побеждена. Поле боя хищников. В Африке есть место, где невозможно жить. Температура поднимается выше 40 градусов. Большую часть года совсем нет дождей. Заповедник Савути. Почти пять тысяч квадратных километров полной опустошенности. Здесь, в сердце Южной Африки, находится Ботсвана. Река Линьяти обеспечивает водой богатый заповедник и движется дальше на юг. Прямо к Савути. То есть двигалось раньше. 25 лет назад уровень грунтовых вод загадочным образом понизился, и канал Савути прекратил существование. Теперь от него осталось пересохшее русло, достигающее сотни километров в длину. И вместо полноводной реки лишь четыре места для водопоя. Они не похожи на оазисы. Это мелкие впадины посреди огромных просторов. Они могут лишь привлечь живых существ, но не помочь им выжить. Пик засухи приходится на сентябрь. Жажда приводит сюда животных и медленно убивает их. Но это не самый страшный враг. Водопой становится ловушкой. Там, где собираются травоядные, появляются и хищники. Добычи много. Взамен убитых приходят новые. Хищники здесь редко голодают. Это место — рай для них. Есть лишь одна небольшая проблема. Конкуренция. Когда предлагается так много, желающих урвать кусок становится еще больше. Савути — это поле боя хищников. В любом другом месте сложно было бы выследить добычу. Здесь сложно сохранить ее. И эти животные научились мастерски красть добычу у конкурентов. Каждому виду пришлось выбрать для выживания особую стратегию. Вид — африканская гиеновидная собака. Стратегия — сотрудничество. Они мастерски научились сотрудничать друг с другом. Гиеновидные собаки сбиваются в стаи и могут преследовать жертву на расстоянии до трех километров. Но импалы в Савути не могут так далеко уходить от воды. И потому погоня окончена еще до того, как началась. Хищники быстры, особенно за едой. Им необходимо торопиться. Скоро на этой переполненной арене появятся другие хищники. Поэтому в их стратегию входит делиться друг с другом. И они не дерутся из-за добычи. Сегодня им помешает... Беспардонный приспособленец. Вид — пятнистая гиена. Стратегия — грубая агрессия. Гиены отлично приспособились к конкуренции. Ворваться силой и побыстрее. Зачем думать об охоте, когда можно всего добиться устрашения? Если это не сработает, их все равно больше, чем противника. Но веселье уже почти кончено, когда появляется шакал. Вид — чепрачный шакал. Стратегия — устроить диверсию. Какую стратегию выберет он, учитывая преобладание хищников? Хитрый план, который заставит их драться друг с другом. Все начинается... ...с крика. Который слышат высшие представители пищевой цепи. Вид — лев. Стратегия — сила. Эти львы избалованы. Они охотятся, когда это необходимо. Но здесь, в Савуте, они могут просто ждать, не делая ничего. Ведь отнять у кого-то добычу так легко и просто. Шакал ждет нужного момента. А гиены не боятся напасть на львицу, только если их больше четырех. И они отправляются за подкреплением. У стаи гиен есть шанс. Большие кошки-савуте настолько хорошо питаются, что ради этой добычи вряд ли пошевелят лапой. Стая собирается. Не хватает лишь нескольких гиен. Но они не жалуются на аппетит. А голод подстегивает их агрессию. В образовавшейся сумятице шакал делает свой ход. Его стратегия оправдывается. Одна жертва, которую захватывали и теряли четыре соперника, прибегавшие к четырем различным способам. Соотношение сил проясняется в этом обмене тушей. Хищники-савуте сосуществуют друг с другом, постоянно конкурируя. А в результате хищники процветают. Охотники не всегда ищут пропитание для самих себя. Эта стая насчитывает 17 гиеновидных собак. Каждое необходимо пропитание. Запах крови на шкуре охотника хмелит их. Оповизгивание, спровоцированное запахом, вызывает живой отклик. И они отрыгивают еду. Порыв настолько силен, что один кусок мяса может передаваться от одной собаки к другой, проходя до пяти желудков. Возвращающихся охотников приветствуют так громко, что необходима осторожность. Другие хищники могут услышать вой и прийти на шум. Поэтому возбужденных собак необходимо заставить замолчать. Сегодня происходит значительное событие. Новые щенки выходят из логова. Им всем по три недели, и они еще питаются молоком. Но любопытство влечет их к мясу. Гиеновидные собаки кочуют и остаются на одном месте, только когда заботятся о щенках. Они не смогут оставить логово еще как минимум два месяца. Поэтому в этом году собакам придется туго. Их ждут дурные перемены. Савути скоро преобразится. Пока здесь свирепствует засуха, северные регионы ждет противоположное испытание. В горных районах Анголы дожди идут часто. Но она не может поделиться водой с Савути на юге уже 25 лет. В этом сезоне происходит нечто необычное. В этом сезоне происходит нечто необычное. Нет ничего удивительного. Уровень грунтовых вод все это время повышался. Выпадение осадков на севере работает как часы, увеличиваясь и уменьшаясь циклами длиной в 40 лет. Три из четырех мест для водопоя за три месяца оказались переполнены. Канал Савути возродился. Это благоприятное время для травоядных. Они часто страдают от жажды в период засухи. Теперь всем достаточно питья. Поколениями им приходилось держаться поближе к водопою. Теперь же они могут покинуть его. Стада могут разойтись куда угодно. Прежде Савути был для них опасным местом. Нынче он стал раем. Но не для всех. Хищники Савути в растерянности. Когда им нужно было пропитание, им стоило лишь подойти к водопою. Теперь же их жертвы постоянно передвигаются. И прежде чем хищники смогут сразиться за еду, им придется ее найти. И если они встретят свою добычу, они не смогут поймать ее, не преодолев новое препятствие. Воду. Большинство травоядных создано для бега, не для боя. Куду обладают длинными ногами, что позволяет им быстро передвигаться. Теперь это большой плюс. Канал образовался недавно, но кое-где его глубина достигает трех метров. Собака мала. Куду умна. Достаточно умна, чтобы сообразить, что сможет скрыться от преследования стаи на глубине. Когда собаки были на суше, их стратегия не давала сбоев. Они легко отрезали жертве пути к отступлению. Теперь это невозможно. Прибывающие воды канала дают жертве огромное преимущество. Собакам грозит голод. Им стоит уйти и поискать добычу, которая не умеет убегать от них. Но они не могут. Их щенкам всего шесть недель, и они будут готовы покинуть логово только через месяц. Нужно прокормить еще девять ртов. А в этом возрасте щенки не протянут больше нескольких дней без мяса. Им понадобится добыча для пропитания и чтобы научиться охотиться самостоятельно. Эти навыки они получают во время игры. Как преследовать. Как нападать. Как взаимодействовать. Но настоящую охоту игры не заменят. Вскоре им придется учиться делу всерьез. Стая гиен тоже остается с молодняком. Но они выкармливают детенышей дольше года. Взрослая гиена обладает особым строением, позволяющим вырабатывать столько молока. Ее желудок даже может переваривать богатые кальцием кости. Но внезапно костей стало не хватать. Из-за канала добыча ушла далеко от привычных мест. Стая необходимо последовать за ней, даже если это значит, что гиенам придется оставить молодняк. Гиены обычно поедают чужую добычу под покровом ночи. Возможностей не так уж много. Но сегодня им повезло. Запах ведет их, заманивая все дальше на территорию другой стаи. Но они не отступят. Это большая удача. Непонятно, как погиб слон. Возможно, просто от старости. Но мясо есть мясо. Гиены ведут себя необычно тихо. Они напряжены. Это не их территория. Голод заставил их совершить набег. Наградой за риск стал пир. Но если их обнаружит стая, контролирующая эту территорию, боя не миновать. Вой в ночи грозит именно этим. Выбор невелик. Голодать или сразиться за добычу. Но этой группе гиен не выстоять против более крупной стаи соперников. Шансов у них почти нет. Решение простое. Даже эта добыча не стоит риска. Лучше выжить, чтобы найти еду потом. Здешним хищникам придется многое обдумать. Львов в Савуте ждет грубое пробуждение. В этом прайде семь подростков, которые располагали всеми привилегиями. Это время прошло. В жизни каждого льва наступает момент, когда он должен сделать шаг к взрослению. Им пора замочить лапы. Некоторые ждут этого с готовностью. Им придется научиться охотиться. Как они смогут это сделать, когда вокруг не осталось дичи? Жизненные уроки они получают от матери. Но и ей самой приходится заново познавать эту изменившуюся землю. Над водой проносится запах личи. Но ветер переменился, и теперь ощущается запах самого льва. Преследование – это тонкое искусство, которому необходимо обучаться. Детеныши им еще не овладели. Уроки охоты полезны для жизни. Но ими не наешься. Не повезло охотнику, голодает и пожиратель падали. Шакал невелик и не может переплыть канал. В его распоряжении остался лишь один берег. И его мирок уменьшается вместе с подъемом воды. Наконец, доходит до того, что его подруга находит другое логово и перебирается туда, с детенышами. Пара шакалов может вырастить до четырех щенков, что занимает около восьми месяцев. Родители моногамны и преданно делят тяготы воспитания. Даже теперь, когда пищи стало не хватать. Хищники-савути уже не приспосабливаются к аппетитам друг друга. Внезапно они стали куда более осторожны. Обычно шакал создает сумятицу, чтобы у него появился шанс урвать кусок. Другие хищники могут услышать его крик за восемь километров. Но нынче животные разбрелись повсюду, и шакала не слышит никто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Ответ на это — устрашение в стиле гиен. Воров не терпят, когда охотникам становится сложнее добывать еду себе. Что остается делать шакалу? Последний выход. Охотиться самостоятельно. Шакалы-савути должны снизойти до охоты, да еще и ради мелких кусков. Но какой-нибудь грызун не накормит досыта его детенышей. Тем временем гиеновидные собаки все больше привыкают к каналу. Они сумели загнать стадо импал на мелкое место. Но кое-что намекает им, что к переправе надо подходить осторожно. Там что-то чужое. В Савути появилась новая угроза. Большинство собак никогда не видели крокодила. Но есть среди них и бывалые особи. Некоторым доводилось много путешествовать. И они могли видеть крокодила прежде. Теперь вся стая увидела все необходимое. Собаки напряжены. Кроме одной. Вожак стаи слишком голоден. К тому же ему повезло. Крокодилы ленивы, потому что насытились импалами. Импалу осадили из воды, из берега. Прочие собаки не могут этого вынести. Голод побеждает страх перед крокодилами. Но крокодилы не охотятся за ними. Собаки не настолько привлекательны, когда рядом есть импала. Собаку сложнее поймать, и мяса в ней меньше. Но сложившаяся иерархия значит, что всем достанется кусок, даже в эти отчаянные времена. Таков закон стаи. Но последнему достанется самая малая доля. Пищи не хватает на всех. А как же этот опоздавший? Появление гиены могло бы отогнать собак прочь лишь месяц назад. А теперь... Они сами прогоняют гиену. Добыча досталась им слишком тяжело. Паводки смешали все правила. И в верхнем и в нижнем течениях канала стада начали передвигаться. Травоядные заново проходят давно забытые маршруты миграции. Большие стада африканских буйволов проходят здесь каждый год. Они и редко медлят. Но теперь новый канал приглашает задержаться. То же самое он предлагает и гиеновидным собакам. Их щенкам четыре месяца. Это достаточный возраст для перехода. Стая, наконец-то, может расширить свою территорию. Она следует за импалами. А за ней следуют... крокодилы. Этот причудливый караван направляется вниз по реке. Савуте превратился в передвижное пиршество. Животные встречают новых представителей других видов. Прошло три дня. И стая гиеновидных собак ушла от дома на 45 километров. В путешествии нельзя точно сказать, когда ты ступил на чужую землю. Стая противников может занимать территорию до 600 квадратных километров. Нашим путешественникам будет сложно не наткнуться на кого-нибудь. Чего они не могли предполагать, так это появление нового персонажа. Павианы обожают пошалить. Один подходит близко. Другой подойдет еще ближе. Не успеешь оглянуться, как попадешь в окружение. Они дразнят, испытывают жертву. Но не так сложно понять, где кончается забава и начинается настоящий бой. вожак павианов мог бы убить собаку, если бы захотел. Сегодня он больше шумит, чем нападает. Стая держится стойко. До тех пор, пока не появляется кое-кто повнушительнее и не отпугивает их. Вот и кончилось самовольное вторжение. Здесь занят пентхаус, занят и цокольный этаж. Самый большой хулиган заставляет с собой считаться. Львы ищут добычу у кромки воды. Подрастающие львы все еще обучаются охоте и все еще голодны. А вот и обед. Но буйвола не так-то легко поймать. Они одни из самых агрессивных и опасных животных в Африке. Буйвол достигает веса в 700 килограммов и способен раздавить льва, будто танк. Детенышам нужна помощь. Мать особенно сильна. Ее опытный глаз высматривает слабых представителей стада. Остальные подходят ближе. Ловушка готова. И вдруг внезапное нападение. Гееновидным собакам нетрудно заставить буйволов спасаться паническим бегством. Они и не подозревают, что гонят стадо прямо в ловушку львов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девяти львам не пришлось отделять жертву от стада. За это им надо поблагодарить четырех удрученных собак. Детеныши не смогут долго полагаться на мать. А непрерывный приток добычи прекратился с разливом канала. Раздолью пришел конец. И они не одни. В декабре будет три месяца с тех пор, как местные животные начали усваивать трудные уроки. Жизнь меняется. Незаметно, но основательно. Ни у кого нет иного выбора, кроме как привыкнуть к воде. Но даже если хищники-савути меняются, кое-что остается неизменным. Их всегда сопровождает голод. Порой он единственное, что у них есть. Раз жертвы разбрелись, тоже ожидает и стаю гиен. Когда антилопа Куду так близко, поймать ее должно быть несложно. Но вода превращает сцену отчаянной погони в замедленную съемку. У гиены есть одно преимущество – выносливость. Ее стратегия – вымотать свою жертву. гиеновидные собаки тоже почуяли кровь. Образ жизни хищника не предполагает зрителей. Но на этот раз охотники не отгоняют друг друга. Удивительно, но гиены и собаки убивают жертву и делают это вместе. Вечные соперники помогают друг другу. Это невероятное поведение прежде никто не видел или не задокументировал. Голод преодолел вражду. Гиена и гиеновидные собаки настолько голодны, что забывают о соперничестве ради насыщения. Благодаря появлению канала Савутия повернула вспять века ожиданий эволюции. Но весть о доступной пище уже достигла других. Кружащие над тушей стервятники оповещают хищников на многие километры вокруг. Здесь идет пир. Скоро сюда придут остальные гиены. И стайные инстинкты гиеновидных собак берут свое. Они должны поторопиться и позвать остальных собак, пока еда не пропала. На краткий миг вся туша принадлежит одной гиене. Но это ненадолго. Грядет ее худший кошмар. К гиене присоединяется другой представитель стаи. Они привыкли охранять добычу от других хищников. Но такого они не видели. Они рискуют оказаться затоптанными. Буйволы не едят мясо. Но стадо приходит на выручку раненому товарищу травоядному. Ведь теперь здесь главенствуют они. соотношение сил в Савутии изменяется. Буйволы вознеслись над всеми. Возвращаются гиеновидные собаки. как раз вовремя. Буйволы начинают медленно понимать, что опоздали спасти жертву. Гиены прокрались обратно, чтобы вернуть свою добычу. Но собаки хотят того же. в бою один на один гиеновидные собаки уступают буйной агрессии гиен. но они позвали свою стаю. все как в старые времена. Хищники соревнуются друг с другом из-за одной туши. Наконец, численное превосходство побеждает грубую силу. Стая одержала верх. Первая гиена, успевшая поесть, довольна. Но ее подруга не отступит, пока не получит своей доли. Все охотники довольны. Воины савути выживают, чтобы сразиться потом. они пережили все принесенные каналом трудности. Но правила снова меняются. Начинается сезон дождей. С январем в Савути приходят грозы. Именно они питали водой старые места водопоя. Но в этом сезоне дожди становятся решающим фактором. Они питают канал, который уже полон. Канал, который не исчезнет. Дожди обещают животным, что уроки, полученные ими за последние три месяца, помогут выживать, еще очень долго. Здесь появились бегемоты, и они процветают впервые за четверть века. сезон. Сезоны засухи и дождей определяют круглогодичное движение жизни по континенту. этот цикл стар, как сама Африка. Савути переживает его заново. Хищники еще не скоро начнут привольно жить в этих местах. Но они адаптируются. Это они доказали однозначно. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Тобелевич.